Здравствуйте, друзья! Сегодня давайте поговорим о слабых местах Peugeot 307 первого поколения. Давайте разбираться, как избежать больших затрат при эксплуатации и на что смотреть при покупке данного авто. Начнем мы неизменно с силовых агрегатов. Среди бензиновых моторов рекомендации достойны моторы объемом 1,6 и 2 литра. Они отказывают крайне редко, разве что со временем придется заменить электронную дроссельную заслонку и блок катушек зажигания. Двухлитровый атмосферник порой страдает от высокого расхода масла и потребует больших затрат на топливо. 1,4 литровые агрегаты тоже не доставляют серьезных проблем, но 75 лошадиных сил слишком мало для машины такого размера. Он больше подойдет для города. Все двигатели достаточно долговечны, особо неудачных моделей среди бензиновых точно нет. Также и дизели, которые если и вызывают вопросы, то это типичные проблемы всех дизелей на рынке, о которых сказано уже не один раз. Механические трансмиссии на Peugeot тяжело назвать образцом надежности. Коробки серии BE4-5 страдают от течей масла, в результате чего в первую очередь выходят из строя подшипники первичного вала, муфты и шестрени 3 и 5 передачи, а также подшипники дифференциала. Сальники и наличие масла в коробке лучше регулярно проверять, иначе предстоит недешевый ремонт. Совместимость у коробок и двигателей не лучшая, вариантов достаточно много, а контрактных агрегатов крайне мало, особенно в живом состоянии. Не радует стоимость двухмассовых маховиков, но к счастью, сюда можно поставить комплект изцеплений с обычным демпфером и маховики от Peugeot 306. Ну а теперь об основной автоматической трансмиссии. Она тут еще хуже механики. Совместная для PSA Renault коробка AL4DP0 не слишком дорога в ремонте, но до сотни тысяч пробега доживает далеко не у всех, а 150-200 тысяч километров на ней могут проехать только флегматики, знающие толк в обслуживании автоматических коробок переключения передач. Проблемы с этой коробкой комплексные, но решаются обычно успешно в силу простоты и технологичности конструкции. Основная причина большинства проблем это перегрев. Он заложен в саму конструкцию, ведь тут применен очень слабый склонный к загрязнению теплообменник. Если вы хотите эксплуатировать машину долго, лучше сразу заменить его переходником и внешним радиатором приличного размера с термостатом. Вторая причина бед это конструкция масляного фильтра коробки. Мало кто его меняет при пробеге менее сотни тысяч, хотя его конструкция обычно уже требует замены после 60 тысяч. Дальше срабатывает цепочка загрязненный фильтр, падение давления масла, задиры втулок, новое загрязнение фильтра и смерть коробки. Если коротко, то жизнь этой автоматической коробки в дефолтной комплектации не слишком долгая и счастливая. Тем не менее, конструкция довольно живучая и простая, и запчасти недорогие. Значительно улучшить ситуацию может установка нормальной системы охлаждения с фильтром тонкой очистки и щадящие режимы передвижения. Помогает это в сочетании с моторами объемом менее 2 литров и кручащим моментом менее 200 ньютон метров. С 2 литровыми моторами и дизелями эта автоматическая коробка долго не проживет в любом случае. Подвеска крепкая, что даже удивительно. В передней подвеске первыми обычно сдаются стойки и втулки стабилизатора, а также опоры стоек. Задняя может проехать без ремонта больше 200 тысяч, если конечно же не убивать ее целенаправленно. При покупке машины после рестайлинга обратите внимание на состояние задних тормозных дисков. Их надо менять в сборе со ступицей, а это дорого. Если износ есть, можно очень неплохо поторговаться. Очевидное слабое место это рулевая рейка. Больше 150 тысяч она без ремонта обычно не служит. Часто протекает и начинает стучать. И что еще более печально, часто помирает и насос гидроусилителя руля. Слушайте гул и крутите руль. Если есть какие-то опасения, они не беспочвенны. В Peugeot 307 первых лет выпуска даже возникали пожары, причинами которых становилось короткое замыкание электропроводки в электрическом усилителе руля или насосе ABS. В некоторых автомобилях во время заправки наблюдались утечки топлива из-за неисправного клапана вентиляции бака. Еще одно слабое место француза модуль BCI, управляющий всей бортовой электроникой. Наиболее распространенная причина повреждения – попадание влаги через отлив с левой стороны автомобиля. Чаще проблема усугубляется после замены ветрового стекла. Возникают микротрещины, а этого достаточно, чтобы повредить электронику. Иногда удается отделаться простой просушкой блока. Кроме того, многие владельцы Peugeot 307 отмечают излишнюю чувствительность электрики к сырости. В результате возникают сбои в работе электроусилителя руля, педали газа и замка крышки багажника, а на бортовом дисплее высвечивают различного рода ошибки. Другая неприятная особенность – это выход из строя переключателя указателей поворота. Рычаг не возвращается в исходное положение. Вместо левого указателя включается правый и наоборот. Причина в подгорающих контактах и износе пластиковых элементов переключателя. К счастью, возможен ремонт, но он требует много опыта и специализированных инструментов. Одна из незначительных, но раздражающих проблем – при высоких температурах изображение на дисплее смазывается, и появляются горизонтальные и вертикальные полосы. Это заводской брак, и с этим практически ничего нельзя поделать. Распространенная болезнь – это не открывающаяся дверь багажника. Как правило, ломается не сам механизм замка, а проводка управления. К сожалению, электрожгут может повредиться в самом непредсказуемом месте. Проводка длинная, поэтому придется разбирать даже потолок. Кузов однозначно сильная сторона Peugeot 307, особенно после рестайлинга. Места, которые нужно проверить тщательно – это пороги. Во-первых, они страдают от пескоструя, а во-вторых, их часто мнут из-за их не очень удачной формы. Еще одно условно проблемное место – стык стакана подвески и передней панели с брезговиком переднего крыла под капотом. Там часто бывает много грязи, может появиться и ржавчина. Учитывая близость расположения вин, это место нужно проверить обязательно. Передние подкрылки должны быть на месте. Их повреждение или отсутствие чревато проблемами с электрикой, потому что много оборудования располагается как раз за подкрылками и в их отсутствии становится уязвимым. Если же вы являетесь владельцем 307, то делитесь своим опытом владения. Возможно, именно ваш отзыв поможет зрителям при выборе БУ-машины. На этом у меня все. Всем большое спасибо за внимание. Буду вам очень благодарен, если подпишетесь на канал. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok